Итак, Москва, стадион Лужники, центральный матч 10-го тура, Спартак, Динамо. Команда уже на поле и сразу же начинаем знакомить вас с составами команд. Московская Динамо. Сегодня от подопечной Виктора Прокопенко в синей форме. В воротах первый номер Роман Березовский. Второй Александр Коваленко. Четвертый Михаил Ханик. Пятый Радослав Баток. Седьмой Виталий Гришин. Десятый Дмитрий Булыкин. Одиннадцатый Огненко Роман. Четырнадцатый Иван Булыкин. Девятнадцатый Дэвидас Чеснауский. Девятнадцатый Эрик Корчагин. Двадцать четвертый Паскаль Минди. Московский Спартак. В воротах 46 номер Алексей Зуи. В пятнадцатый Валерий Абронидзе. Девятнадцатый Игорь Митрецкий. Пятый Владислав Ващук. Номер второй Юрий Кофун. Двадцать пятый Александр Павленко. Четырнадцатый Максим Калиниченко. Девятый Егор Титов. Третий Байк Кебель. Шестой Дмитрий Смирнов. И номер семнадцатый Роберт. Олег Романцев наставник хозяев и иммунальных гостей сегодня треирует Виктор Прокопенко. И быстро о судейской бригаде Михаил Ходорев. Главный арбитр матча и его помощники тоже москвичи Андрей Лукашин и Анатолий Цветнов. Первый стандарт в этом матче. Ну и сная передача. И первый удар поворотом. Вот так вот на тридцатой секунде встречи первый удар зафиксировал арбитр. И мы его с вами увидели. Родослав Баток. Защитник Белоголубых нанес этот удар. Для вас сегодня работают Дмитрий Коваленко и Илья Казаков. И я сразу попрошу Дмитрия короткий комментарий по составу. Ну я хочу сказать следующее. Что у Спартака мы видим проблемы. Павлюченко травмирован. Который в последнее время очень неплохо играет. И забивает голы. И очень важные голы. А так по большому счету все команды играют в тех же составах. Но у Динамы только отсутствует Сочилин. И вместо него сегодня последний матч играет Иван Вукоманович. Может быть спорное решение, да, Прокопенко Дмитрий? Учитывая, что у Вукомановича не было полноценной игровой практики. И вообще сегодня последняя действительно игра в России для этого полузащитника. Вопрос станет ли он полностью выкладываться на сто процентов. Хотя Вукоманович сказал, что да, он выложится. На одно дело сказать, а другое сделать. Ну, любой футболист, выходящий на поле, отдается на сто процентов. Это мое мнение. И что бы я хотел сказать, пока еще первые минуты матча идут, пока идет борьба за инициативу. В средствах массовой информации этому дерби, естественно, уделялось много внимания. Вспоминались любые детали. И то, что Динамо вот здесь, в Лужниках, не может выиграть аж середину 1984-го. Что Спартак за все чемпионаты России лишь дважды проигрывал бело-голубым. Но, как кажется, вся эта информация уместна только в качестве прелюдии к матчу. И давайте ближайшие полтора часа проживем событиями только этого дня. Спартак-Динамо на любом уровне, в любые времена, значимость каждой такой встречи, мне кажется, самодостаточной. Я согласен. Ну, давайте вернемся к футболу. Сейчас очень неплохо сыграл на выходе Алексей Зуев. Это для него очень нужно, потому что нужно с первых минут почувствовать уверенность в своих силах. Потому что в последних матчах, конечно, он не настолько уверен и, можно сказать, не очень часто получает свою команду. Мне кажется, еще один аспект, связанный с игрой Алексея Зуева, молодого спартаковского голкипера, есть. Спартак в этом сезоне достаточно много пропускает. И для молодого вратаря, который вот так вот неожиданно для самого себя по ходу чемпионата оказался в роли первого номера, важно отстоять на ноль. Очень важно. Для того, чтобы успокоиться, для того, чтобы почувствовать, что он способен это сделать. Ну, для этого, конечно, я хочу еще сказать, что защитники должны, конечно, помогать. Помогать. Но мы знаем, что и защита Спартака сейчас не безгрешна. Дмитрий Смирнов сейчас бежал на перехват. Динамо, в отличие от Спартака, полноценную подготовку к этому матчу провело. А вот Спартак провел полуфинальный кубковый матч в Тольятти, и команда, может быть, устала. И вот Дмитрий Смирнов, один из немногих спартаковцев, кто в своей встрече провел не полный час основного времени, еще 10 минут добавленного, но сыграл значительно меньше. Вот сегодня, может быть, большая надежда именно со Смирновым связывать спартаковский тренер. Да, ну а сейчас мы видим, что Динамо у нас в атаке. И пока эти первые минуты проходят в атаках на спартаковской половине поля, это Корчагин пытался подать штрафную. И Корман сейчас с мячом на Булыкина. Очень хорошая подача, очень хорошая. Да, естественно, длинные передачи, конечно же, сразу ищет Дмитрия Булыкина, который, ну, можно сказать, очень здорово играет головой. И в последнее время, сколько он забил, 6 голов уже, да? 10 матчей, 6 голов. Он лидер у нас, лидер в гонке бомбомбира. И сейчас Роберт с мячом. Попытка пробить поворотом Романа Березовского издали с острого угла. Вот очень интересно, как поведет сегодня себя в этом матче Роберт. Когда они играли двух нападающих с Романом Павлюченко, 10-й номер Спартака, очень много черновой работы на себя брал. Он к центру поля то и дело отходит в поисках мяча, потом разворачивается, набирает скорость. Либо сам идет, либо обыгрывается с партнерами, а Роберт, все-таки, мне кажется, больше на чистых мячах играет. Вот интересно, что сегодня Спартак без Павлюченко может показать в атаке. Тем более, тем более сегодня поле, мы не будем говорить, естественно, о поле, потому что поле в идеальном состоянии. И было бы глупо рассуждать о каких-то кочках и тому подобное. Поэтому посмотрим, что нам предложит сегодня бразилец. Мяч круглый, как говорится, да? Поле ровное. И хотелось бы уже посмотреть всю технику бразильскую. Мы помним, что в последнем матче чемпионата России прекрасно просто сыграл Роберт, обыграв защитника Болгоградского ротора и великолепную передачу сделал на Павлюченко. Посмотрим, посмотрим, что предложит нам Роберт сегодня. Мне кажется, что команда пока еще осторожней, пока непонятно, у кого в первом тайме инициатива. Соперники не то чтобы присматриваются друг к другу, они, может быть, даже к себе присматриваются. Потому что Динамо совсем недавно выдало два просто феерических матча, забивших в них 12 мячей. И потом была ничья с Рубином, которая заставила, может быть, немножко динамовцев пересмотреть свои возможности. Локальные, текущие возможности. А Спартак, Спартак в этом сезоне играет пока еще нестабильно. И, может быть, еще вот отсюда такая относительно аккуратная игра в первом тайме. Ну, обычно, обычно, когда играют достаточно равные команды, первые 20 минут идут, конечно, на разведку с обоих сторон. Поэтому вот эти 20 минут, мне кажется, будет такая вязкая игра в середине поля без каких-то, мне кажется, даже острых стопроцентных моментов. Это мое мнение. Ну, пока Динамо в основном атакует динамовцы, Спартак на правую половину поля переходит не очень часто. И корму на мяча, крупным планом Владислава Ващук, Валерия Абрамидзе. Фактически вся команда, за исключением Роберта, около своей штрафной площадки. От своего защитника облетел мяч в сторону спартаковских ворот. И Зуев, забрав его в свои руки, быстро выбивает вперед на бразильца. Как быстро, так и не точно. В центре была борьба, это Смирнов выиграл мяч. И Спартак начинает атаку по левому флангу. Там Егор Титов оказался. Неудачно сейчас играет Егор. Максим Клиниченко шел ему на помощь. Передача была сделана в ту зону, где только что находился. Максим, несколько секунд до этого. Конечно, мы уже говорили, что у Спартака большие проблемы, очень много травмированных. Очень жалко, конечно, что в последнем матче чемпионат России получил травму. Только что выдравший Максим Деменко. Конечно, его не хватает сейчас спартаковцам. Он очень здорово играет в защите и в организации атаки. И вот, внимание, Роберт против Минди. Два темнокожиха игрока боролись сейчас за мяч, и Сенегалец первый был на мячах. Ну что ж, неплохую такую скорость показал Минди. Но атака продолжается? Мне кажется, Спартак выравнивает игру. И вот то небольшое преимущество, в первую очередь, наверное, территориальное, которое было у динамоцев в стартовые пять минут встречи, оно уже сходит на нет. Павленко с мячом. Титов один, показывает, что можно сделать передачу. Павленко идет дальше и зарабатывает штрафной. Для своей команды желтая карточка, по-моему. Первая желтая карточка в этом матче Родослав Баток. Ее получает четвертая в сезоне. Следующую игру динамовцы проведут без своего защитника. Ну, в этом, конечно, моменте Павленко правильно, хоть там было перед ним и три футболиста обороняющихся, правильно пошел на обыкрыш, рисковал. И если бы, конечно, он проскочил в штрафную площадь, и там было бы совершено нарушение правил, то был бы, конечно, пенальти. Ну, Баток опытный игрок, он понимал, что пол за пределами штрафной, но он куда более оправдан. Смотрим. Павленко мягко набрасывает мяч на Юрия Ковтона, чей удар вывел Спартак в финал Кубка России. И продолжается атака москвичей. Продолжается атака красно-белых. Внимательно сейчас сыграл в обороне Гришин. Павленко очень активно последние две минуты проводит. Отыгрался сейчас на Кебе. И снова Гришин в центре внимания. И Гришин, по-моему, нарушает правила. Еще один штрафной. Думаю, сегодня действительно, Дим, будет много борьбы, много стандартов. Обе команды умеют их использовать. И обе команды достаточно неплохо, как мне кажется, чувствуют себя в игре на втором этаже в этом сезоне. И Спартак прибавил в росте, и Динамо. Ну что, посмотрим, как выполнит этот штрафной Павленко. Неудачно выполняет, но мяч оказывается у него. Тревожный факт. Для динамовцев около правой штрафной площадки пока в первые девять минут матча Спартак выигрывает большинство подборов. Ну, Павленко, Павленко, Павленко сейчас в очень неплохой форме находится. Недаром. Тут он такой молодой. Играет в каждом матче в основном составе. И вот сейчас опять у него мяч. Здесь неудачно, конечно, сыграл Тмитрецкий. Я бы хотел сказать, продолжительность связанная с подборами, которые динамовцы проигрывают по своей штрафной площадке. Мне кажется, причина, естественно, в отсутствии Точилина. К Точилину не все болельщики относятся однозначно. Но эта встреча показывает, что он, конечно, для вот этого Динамо незаменимая фигура. Сантритоль. Я согласен. Точилин такой, как бы, темная лошадка. Такая, да? Рабочая. То есть он играет незаметно, но очень-очень полезно. Второй раз уже Владислав Ващук пытается в длинной передаче кого-то из своих партнеров вывести на ударную позицию. Ващук сейчас играет в этом матче на позиции центрального защитника. Не в центре поля. Но он все равно пытается время от времени показывать свои диспетчерские качества. Роман Березовский. Он сегодня капитан команды. У «Спартака», естественно, это девятый номер Егор Ситов. И Роман далеко на чужую половину мяч посылает. Юрий Кофман. Кришин. И до Булкина доходит мяч. Да, тяжеловато пока динамовцы в центре поля. И Точилин отсутствует, и Лукаманович пока никак зацепиться за мяч не может. И вот сейчас, правда, с нарушением правил против него действовал Дмитрий Смирнов. Хотел бы заметить, что сегодня очень душно в Москве. Поэтому футболистам будет достаточно тяжело играть. Тем более на такой арене, которая, можно сказать, не проветривается. Ну, посмотрим. Я думаю, всего лишь десятый тур. Футболисты еще не успели высказать. Поэтому мы, я думаю, увидим такой динамичный футбол. Это Огнан Корман. Неплохо хотел разобраться сейчас с Ващуком. Но опытный Владислав Ващук разгадал намерение. Считает Корман, что мяч ушел за пределы поля от ноги «Спартаковца». Главный арбитр матча Михаил Ходоров. Ходоров расценил иначе. Эпизод и снова на Павленко. Ну, опять же, да, вот твои слова о том, что жарко в Москве. Они как нельзя лучше иллюстрируются картиной, которую мы с вами наблюдаем в этом матче. То есть все атаки идут в теневой части поля. Павленко сейчас проиграл борьбу Гришину. И Абрамидзе не встречается. Очень, очень сейчас неплохо. Хотел перебестовать на своего партнера мяч Гришин. Такая уходящая, туретарянинизовая такая передача. Но, слава богу, для спартакских болельщиков все обошлось. А это Егор Китов. Здорово сыграно. Было небольшое касание с Динамовцем. Поэтому Егор чуть-чуть потерял темп. И успели динамовские защитники подстроиться под атаку Спартака и нейтрализовать ее. А вот это та самая подача Гришина. Пустил Зуев мяч из рук. И потом исправил молодой голкепер свою ошибку. Да, мне кажется, тут достаточно простой был мяч. Поэтому Алексей Зуев как-то здесь не очень уверенно сыграл. Но вот травму получил 24-й номер Динамо Паскаль Менди. И медперсонал Белоглубых вышел на поле. Пауза в игре. Егор Китов жестко подкатился под динамовца. И поэтому игра остановлена. Ну что, по-прежнему идет, мне кажется, борьба за инициативу. По-прежнему ни одна из команд не хочет отступать в другой преимущество. Никто не хочет играть вторым номером. Все хотят атаковать постоянно, масштабно. Ну и пока у нас 0-0 на табло. Хотя опасные моменты возникали. В основном у ворот Алексея Зуева. Ну что, Менди покидает в поле. Наверное, мне кажется, все-таки ненадолго. Не такой уж там серьезная была травма, чтобы закончить матч. А сейчас опять Павленко с мячом. Правильно сейчас передрисует мяч Митрески. Митрески переводит его налево к Офтуну. И уже Кебе с мячом. Кебе хорошо. Он и Смирнов свернул в космос. Здорово. Здорово сыграли стенку. Футболиста Спартака. И вот угловой сейчас, я думаю, Александр Павленко будет его исполнять. Мне посчастливилось в Волгограде комментировать матч Спартака с Ротором. И это второй матч подряд, который я комментирую. Я заметил, что Павленко исполняет сейчас все стандарты. Вот такое доверие к молодому футболисту. Очень отрадно. Мет на поле Баранова, может быть, еще и есть. Тоже объясняется факт доверия Павленко. Ну, смотрим. Не очень удачно выполнен угловой. Здесь на подборе хорошо сыграл Ващук. Митрески, наверное, будет переводить диагональным пасом. И Роберт остановился и не стал бороться за этот мяч, который... ...в сторону его крови. Еще один штрафной назначает арбитр. И вторая желтая карточка. На этот раз Спартаковца. Он ее показывает. Не понимает Юрий Ковтин, за что действительно шла борьба в центре поля. И, в принципе, не самый грубый соул был совершен. Мне тоже показалось, что здесь очень строго подошел к этому нарушению правил Михаил Ходорев. Наказав Юрия желтой карточкой. Третий в сезоне для второго номера Спартака. Трибуны начали активизироваться. Если первые минуты относительно спокойно болельщики смотрели за ходом событий, то сейчас стараются поддержать свои команды. Ну сколько? Тысяч, наверное, двадцать, как минимум, пришло на этот матч. Может быть, еще чуть-чуть больше. Их окажется к концу первого тайма. Постепенно зрители подходят на трибуны. А борьба сейчас происходит в центре поля. Булыкин с мячом. У него простор. Можно набирать скорость. Хорошая передача на Формана была, но... Была бы, да, если бы дошла. Уже остановился. И сейчас Павленко набирает ход. Сейчас положение вне игры. Роберт забрался. Роберт пока никак не может не за мяч зацепиться, не толком партнерам себя предложить, но тяжело ему. В этой встрече тяжело. Мэнди пытается организовать атаку с правой, по правой бровке. Но там очень внимательно играют футболисты Спартака. И Ващук снова здорово сыграл на перехвате. Владислав пока очень надежно смотрится в этом матче. И как сейчас не прав Калиниченко, конечно. Ващук, когда передрисовал мяч, пошел по левому флангу. Набрал хорошую скорость. В этом моменте, конечно, нужно было сыграть на него. Но Максим Калиниченко здесь не разобрался. Это Александр Коваленко. Пошел вперед. И мне нравится действие этого защитника. Даже если он ошибается в передаче, начиная атаку, он не останавливается, не идет назад. Он дожимает свою бровь до конца. Заставляя соперника совершить ответ на ошибку. По большому счету, каждый хороший футболист должен этим заниматься. Если теряется мяч, нужно, конечно, сразу вступать в отбор и не останавливаться. А это Митреский первый раз перешел в половину поля динамовцев. И в грамотную передачу Новощука Калиниченко. Справа забегание делает Павленко. Калиниченко ошибается в передаче. Второй раз подряд Максим ошибается. Мне кажется, слишком тонко хочется играть Максима. А его состояние, по крайней мере, не дает такого возможности. Зуев. Можете правильно. Не стал рисковать, выбивая вяч поле. Генеральный партнер чемпионата России по футболу Ива Балтика. Минди. И снова у него опасная подача получается справа фланга в расчете на то, что Булыкин сумеет сыграть на опережение. Вроде бы не спеша перемещается лучший снайпер нашего чемпионата. Но на опережение как раз сыграть он умеет и любит. И непростая задача. То для Абранидзе, то для Коптона, которые частенько в своей штрафной площадке отвечают за единственного форда Динамо, который заметен в этом матче. У Корчагина пока игра не очень складывается. Как мы и предполагали, первые два разведка. В основном игра проходит в центре поля. И ни одна из команд не хочет отдавать инициативу. Ховаленко за Булыкина и против Булыкина снова. Очень плотно играет Абранидзе далеко от своих ворот. Самое главное защитнику, когда играешь против Булыкина, это не дать завернуться и не дать набрать ему скорость. Потому что если Дмитрий набирает скорость, ну его практически невозможно остановить. Только лишь ценой фола. Направо Корман. Хорошо ушел сейчас 11 номер Динамо от соперника. Но там подстраховка надежных у Спартаковцев и пробить не дали Динамо. 20 минут без малого сыграно в первом тайме. Пока по-прежнему 0-0. В дерби между Спартаковым и Динамо. Постой стороны Букамановича на сетоне. Не грубый. И вообще игра такая не грубая. Но две карточки уже есть. Может быть Михаил Ходорев такими действиями хочет, как бы, осудить футболистов. Погасить ее страстью в самом начале. Да, страстью в самом начале. Ну действительно, у нас эта неделя получилась достаточно эмоциональной в российском футболе. Такая скандальная, да? Да, и дело даже, может быть, не столько с судейскими ошибками, сколько, ну вообще, в эмоциях, которые кипят на поле. Полуфинальная игра в Махчкале на Кубок России между Анжи и Ростовом, я думаю, еще долго будет вспоминаться. Ну а Дмитрию Булыкину приходится отходить на свою половину поля, чтобы получать мяч. И сейчас в борьбе получил небольшое повреждение Дмитрий. Но я думаю, все будет нормально. Всего здоровья. И Александр Коваленко. И снова Александр Коваленко. Сейчас с длинным пасом будет направлять в сторону, опять же, Булыкину. Ошибается Митрец, и неудачка мяча скачала от одной его ноги в другую. И тут как-то был динамовец, выскакивал, по-моему, это Корчагин был. К чужим воротам. Ну быстро нужно налево передавать мяч, а Скебе немного передерживает. Но Роберт получает мяч. Нужно идти в облотку. Хороший перевод с резкой и угловой. Сомневается в действиях Спартака в этом матче то, что команда меняет свою игру. Вот стала получаться облотка у Павленко. Динамовцы тут же стали против него гораздо более внимательно играть. Прикрыли Павленко, и Спартак атакует через других игроков. Ну что ж, опять Павленко подает угловой. И в который раз это получается у него неудачно. Вот интересно, да, Спартак сколько? Три, по-моему, угловых в этом матче подал. И каждый раз Павленко делал передачу на ближний угол вратарской площадки. В расчете, видимо, что кто-то из высоких переправит в касание дальше. Мяч либо на дальнюю штангу, либо, не знаю, в район 11-метровый. Но пока вот в этих зонах стоят динамовские игроки, и они второй этаж выиграют в чистую. Будет ли Павленко вот дальше в таком стиле действовать, это любопытно. Я думал, посмотреть в первом тайме. Ковтун выиграл борьбу за верховый мяч у Булыкина. Спором он слишком сильную передачу делал на Дмитрия. Дмитрий выделяется. Дмитрий Булыкин своим желанием бороться и очередной обстоятельств. Неплохо задумал Митрески. Второй раз, да, вот за последние пять минут. Македонец так активно идет вперед. И мы видим, что третий обстоятельств у Спартака зафиксировал боковой арбитер Андрей Лукашин в первом тайме. Динамовцы пока во вне игры не попадали. И опять хороший перехват. Это Борослав Баток. Интересно, может сейчас получиться. Это 16-й номер. Чеснаускис. В сопровождении Юрия Ковтина прошел практически все поле поперек. А вот передачу точную отдать на своего партнера не сумел. Калиниченко на Титова. И из них Плоханик, так похожий на орудую ваннистил Роя, начинает очередную атаку динамовцев. Побыстрее стал мяч перемещаться от одних ворот к другим в последние минуты. Мне кажется, уже освоились полностью соперники на этом поле. Привыкли друг к другу. К самим семье. И более веселая у нас с вами получается игра. Внимательно сейчас сыграл Ващук. На подстраховке. Что Кебе оказался с правой стороны. Неудачно сейчас играет Кебе. Не надо останавливаться, нужно назад бежать. Некоторый прохлад действует. Третий номер Стартака в последних матчах. И снова хорошая передача у Бришина. Нет подбора у динамовцев. Нет, как говорят, второго темпа. Оттаки второго темпа. Но сейчас здорово играет Смирнов. Выходит один на один. Ну, и здорово сыграет пятый номер Динамо Родослав Баток. Да, не позволил беспрепятственно бить поворотом Смирнову. Ну и, конечно, все-таки Роман Березовский сыграл хладнокровно. Не стал гадать. Играл по мячу. Играл по мячу, да. И, можно сказать, стопроцентный вот этот момент. И какая красивая годка в исполнении Булыкина. Угол острый, бить нельзя. И что там? И очень удачно сейчас Абрамидзе подстраховал Бущуха. Даже как-то странно, что по такой игре команду 24 минуты отыграли. И ни одного мяча мы с вами не видим. Да, вот сейчас, конечно, за 30 секунд мы увидели практически две опасные моменты. Два опасных момента. Вот повтор. Успел все-таки поставить корпус чуть-чуть в плечо, в плечо толкнуть сейчас Баток Смирнова. И в итоге у того удар сильным не получился. Сложно Дмитрию Булыкину выигрывать верховые передачи. Сегодня футболисты Спартака в защите играют достаточно внимательно. Иди. Не очень заметен. Чеснаускис. Как легко ушел от Кеби сейчас Литовец и дальше смещается. Сохранил мяч. Булыкин после соприкосновения с Павленто оказался на газоне. Присел, но ничего страшного, ничего серьезного. Атака Динамо идет и надо Дмитрию подниматься. А по-моему, бусы слетел с ноги у Динамовского нападающего. Но все уже в порядке, а это удар. С левого фланга подачи у Динамовцев значительно опаснее для спартаковской обороны, чем с противоположной правой бровки. Но я хочу сказать, что очень много достаточно передач с фланга у Динамовцев. Здесь явно недоработка нападающих Динамо. И подачи-то неплохие, можно сказать. Динамовцев, Динамовцев, Динамовцев. И опять Вукоманович, проиграв позицию, очень легко его Смирнов обманул в этом эпизоде, останавливается и не бежит. Мне кажется, действительно, 14-й номер белоголубых в первом тайме на все 100% не отрабатывает. Ну, может быть, не хватает ему игровой практики. Если бы, конечно, не травма Точилина, мне кажется, вряд ли бы он вышел сегодня с картовом в составе. Дисквалификация причем. Роберт. Я и Кевин. Такая неудачная передача получилась в этом эпизоде, что Павленко даже не побежал, опустил голову и остановился. Ну что, действительно, бежать, если было очевидно, что мяч уходит за боковую Гришин. Вроде бы слишком просто играет Гришин, не броско, но сколько вот у него желания, сколько у него сил. Все 90 минут, я уверен, седьмой номер Динамы будет бороздить свою левую убровку. И Абрамидзе очень непросто в этой игре придется. Коваленко. Заметил Ходорев фолк со стороны Булыкина. Ковтон оказался на газоне. Но опять же отметим, отметим, в действиях белоголубых, стремление играть максимально быстро в первом тайме. Не тратить время на лишние передачи, как можно быстрее подбираться к чужим воротам. Абрамидзе имеет неплохую зону по правому флангу. Решил с пасом очень неплохим, очень неплохим пасом нашел в центре Роберта. Ну, а нет, это не команда, в прощении, это Коваленко. Избивает, сейчас бразильцы тут показывают, что можно было бы защитнику и карточку показать. Вот повтор этого эпизода. В опорную ногу сыграл сначала Коваленко бразильцу, а потом еще рукой его в лицо задел. 9-5. Статистика по нарушению в первые 28 с половиной минут этого матча. И динамы цеполят реже. Штрафной. Мяч установлен с такой точки поля, что многие болельщики сейчас, наверное, вспомнили про Василия Баранова, который заявлен на эту игру в качестве запасного. И посмотрим. Хороший удар у Москвы и Павленченко получился. И Березовский спустил его играть. Да, плотный и точный самый главный удар получился у Павленченко. Но Березовский все видел, все контролировал. Конечно, если бы Штрафной был назначен немножко ближе, возможно, был бы гол. Опять Павленко подает угловой. Наконец-то он перебросил футболиста, который находится на углу вратаркой. Вот там помогли Гришину. Его партнеры. И опять Спартак выиграл подборок. Вот уже пород. Павленко затеял грибинг. Оторвался от соперника и мяч выдал за боковую. Сейчас интересно может получиться Аксебе зачем-то. А нет, игра остановлена. Что случилось? Коппун опять с Титовым. Пытаются получить какие-то объяснения у Михаила Ходорева. Два мяча было, видимо, на поле. И вот сейчас Ходорев просит еще раз исполнить удар динамовца. Непонятно сейчас решение арбитра. Но ничего, игра продолжается. И сейчас Коппун будет вводить мяч из-за боковой линии. На своего капитана. Павел мяч в руку, но мне кажется неумышлено. Игра остановлена. Последние полторы минуты игра проходит под знаком Михаила Ходорева. Надеемся, что на этом все закончится. Сергей Павлов так в сердцах махнул рукой в сторону арбитра и отправился на скамейку запасных Спартака. На тренерскую скамейку Спартака. Смотреть оставшиеся 15 минут первого тайма. Интересно. Слишком просто. И Корман против Кофтона. Показывает судья, что аут. Не было нарушения правил. И Минди торопится. Торопится вести мяч в игру. В отличие от его партнеров по обороне, те предпочитают более спокойно розыгрыш мяча. Булыкин. Вот Дмитрий набирает скорость. И здорово идет в храпную. Но нужно делать подачу. Неплохая получилась подача. Очень, очень спокойно. Спокойно играет Юрий Кофтон. Он даже, когда обработал мяч на бедро, думал, возьмет ли Алексей Зуев мяч в руки или нет. Как бы ждал его. Предлагал, забирай мяч. Но потом видит, что... Движения нет. Движения нет. И решил не рисковать выбить мяч в аут. Росфинов оказался на позиции последнего защитника. Опять удачно сыграл головой. И удар в спину получил Титов. Капитан Спартака временно не может продолжить игру. И Динамовцы в эти минуты атакуют. И очень опасно. У них численное преимущество впереди. И очень хороший момент. И продолжается атака. Чесналовский стал бить. И Азуев выручил свою команду. И повторный удар Гришина. Он получился не очень удачным. Потому что здорово сыграл защитник в этом эпизоде. Но с Егором Титовым все в порядке. Обошлось без травмы, к счастью, в этом эпизоде. Капитаном Спартака и сборной России. И смотрим за угловым Динамо. Давненько мы видели это. Снова, естественно, на Булыкина. Там его втроем спартаковцы встречали. И Титов, что из силы вперед. На Роберта. Вот, Дин, да. С одной стороны, Спартак имеет большую часть первого тайма преимущество в центре поля. И около чужой штрафной. В плане игры на подборах. Но остроты атак на спартаковцев не хватает. И вот вопрос. Двух нападающих играет в Спартаку или в одного? Когда с одним нападающим и пятью полузащитниками вроде бы перевесан три поля. Когда два нападающих, то вроде бы острее атака. Но мне кажется, не в этом дело. Просто нужно футболистам Спартака как можно быстрее переходить от обороны катать. Потому что последнее... Вот на протяжении всего матча мы видим, что в защите Динамо 4-5 футболистов постоянно. Генеральный партнер чемпионата России по футболу Ива Балтика. Стало больше остановок в игре в последние минут 10. Надеемся, что сейчас игра станет опять более увлекательной, более быстрой. Ващук. Налево на Ковтуна. Интересно, вот пошел Титов к Кебе, а Кебе не предпринял никакого ответного движения. По бровке дальше ему идти вперед было бы глупо. Вовсайбе он залез. А на коротке, на скрещивании обыграться с Титовым он не рискнул. И поэтому вот приходится Спартаку вновь возвращаться назад на свою половину поля и начинать очередную атаку. Длинным пасом сейчас хотел увести к воротам Ващук Кебе, а немножко не хватило ему точности. А вот первая замена готовится у Спартака Александр Данишевский, футболист, который свой первый гол в чемпионатах России как раз динамовцем забил. Начинает шнуровать бутсы на скамейке запасных. Что, Роберта заменят или кого-то из полузащитников? Даже сложно здесь предположить. Юрий Коттон далеко будет вводить мяч из-за боковой линии. Смирнов здорово сыграл грудью, опустил мяч на землю и сейчас мой момент. Непонятно сейчас, что хотел делать Марсим Калиниченко. Находился в пяти метрах где-то примерно, ну с шести от ворот и затеял какую-то передачу на дальнюю штангу. Так легко ушел Чеснава скисать Титова, а подача тоже у него точно не получилась. Ну все вроде, все вроде правильно делает бут, но... Что-то ему не хватает, все правильно. Чувствуется по мимике Олега Романцева, что многое в игре его команды ему не нравится. И давно я не помню, что он так темпераменту вел себя наставник красно-белых. Букаманович. И Кебе опять только обозначает борьбу. Удар Корчагина издали и удар опасный. Из-за штрафной практически мы не видим удара в этом матче. И вот Корчагин решил напомнить, что в арсенале каждого футболиста есть и такой компонент. Илья, а ты знаешь, мне кажется, все-таки вторым нападающим будет играть Данишевский. Такое есть предположение, что он будет менять Калиниченко, нет? Нет. Нет, меняет Роберта. Будет менять Роберта. Интересно, а Роберт пошел не в сторону Данишевского, а в сторону раздевалки. Может быть, даже в сторону аэропорта. Станция метро аэропорт. Здесь достаточно далеко. Да, недовольный выходит Роберт. Но не увидели, не увидели мы ничего за эти 36 минут, чем он лучше наших российских нападающих. Давайте посмотрим, что нам предложит Александр Данишевский. Роберты в Швейцарии любят играть на чистых мячах. И вот в России, к сожалению, эта картина не изменилась. Чуть меньше 10 минут до перерыва в матче «Спартак-Динамо». По-прежнему 0-0 в этой игре. Но игра пока смотрится. Корчагин. Брамидзе хорош сейчас в отборе. И остановка игры. Вукаманович. Даже непонятно сейчас действие арбитра. Мяч находился у футболиста «Спартака». А зачем нужно было сейчас свистеть непонятно. И если я не ошибаюсь, то по оценкам арбитра в этом сезоне у Ходорева чуть ли не на высший балл. Эта игра некоторые вопросы ставит. Павленко. Давно мы его не видели с мячом. Обыгрался сейчас хорошо с Калиниченко. И будет дальше Максим идти. Не вырезал мяч на Данишевского. Тот выбегал очень хорошо. Березовский опытный голкипер. Мяч забрал намертво. И не было даже шанса у восьмого номера «Спартака». Что будет возможность сыграть на добивание. Миндин. Короман очень многое двигается. Пожалуй, лучше в составе «Динамовцев» по игре без мяча. На Булыкина. Фащук должен первый быть на подборе. На Павленко. И пошел-пошел Смирнов вперед. Ну что ж, вот ход игры. Такой ход, который мы видим в первом тайме. Мне кажется, он ставит вопрос. Хватит ли у команд сил на все 45 минут второй 45 минутки. Хватит ли у них сил вот так вот отрабатывать постоянно в обороне на чужой половине поля. Если нет, то у кого интересного соперника, силы могут закончиться первыми. Но если так рассуждать, то мы вспомним, что «Спартак» играл в полуфинал Кубка. И играл не просто целый матч, а играл целый матч с дополнительным временем. И вот эти перелеты могут сказаться на игре «Спартака». Ну посмотрим, это будет во втором тайме. А у нас сейчас идет первая 45 минутка. Хорман втроем его «Спартак» встречает. И, естественно, мяч спокойно отобрали. Ну и, конечно, тяжеловато выходят из обороны «Спартаковцы». Еще одна желтая карточка. Александр Коваленко. Ну очень грубо. Для чего нужно было здесь прыгать? На фланге, в центре поля. Игрок «Спартака» стоял спиной к воротам. Просто непонятно. Максиму Кольниченко досталось в этом эпизоде и лежит за пределами поля Максим. Вот вроде бы и не грубая игра, да? Но отдельные эпизоды, они просто заставляют поморщиться, глядя на такую картину. Пять минут до перерыва в матче «Спартак-Динамо» 0-0. По-прежнему пока без забитых мячей и игра, ну, на мой взгляд, равная, Дима. Равная игра. Были опасные моменты и у ворот «Спартака», и у ворот «Динамо». Но стопроцентный момент, мне кажется, был один, когда Смирнов выходил, прекрасная у него была возможность, вышел один на один. Но удар не получился, и Роман Березовский сыграл очень уверенно. Кебе. Кебе очень часто играет в центре поля, уходит даже на правый фланг. Не знаю, это тренерская установка или инициатива африканца, но, мне кажется, пока на своей бровке он не так активен, как Молба, наверное. Красиво! Красиво сейчас сыграл третий номер. И еще один угловой для Александра Павленко за работу. Расстроил сейчас очень Кебе. Извиняется. Просит извинения у партнеров. Да, если бы мяч, конечно, оказался у него под левой ногой, было бы совсем другое продолжение. Все угловые исполняет Павленко. Очень хорошая подача. И гол! Это Юрий Косток забивает первый гол в этом матче. Второй мяч, второй матч подряд. Павленко с головой после розыгрыша с головой. Прекрасная сейчас была подача. Видимо, нужно несколько было подач сделать Павленко для того, чтобы выполнить все это на сто процентов правильно и найти голову Юрия Костокуна. Обратите внимание, рядом с Костокуна никого нет. И вот он набирает скорость, выпрыгивает. Никто ему не мешает. Но рядом с ним находился, как ни странно, Дмитрий Булыкин. Вот просто чувство дежавею. Смотрел я игру в Польятти, в игру Спартака. Точно такой же гол. Точно такой же гол. И можно говорить, наверное, что это уже не случайность, естественно. Один очень известный тренер говорил, что нападающему лучше не находиться в своей штрафной площадке. Тим, ну вот твой тезка Булыкин, то он такого роста как-то не приходить, не помогать защитникам при розыгрыше скандалов, как у своих пород. Данишевский. Есть хорошая возможность для контратаки. Зачем Данишевский сейчас передавать? Не нужно, нужно было брать игру на себя, и они выходили бы 3 в 3. И еще один пастор забитого мяча мы видим. Вот посмотрите, Юрий Ковтин, как долго он бежит и как грамотно бьет от земли. Самый сложный удар, мне кажется, для голкипера, когда игрок соперника бьет головой, это удар от земли. Потому что сложнее всего предсказать отсток. Здесь, конечно, можно поспорить. Бывает, бьет от земли, и мяч перелетает через перекладину. Лучше, конечно, бить сразу в ворота, в девятку. Тогда уже никакой вратарь не поможет. Ну что, Митревский с мячом. Егор Титов на ходе Смирнова. Чуть ли не все футболисты оказались в тени, которая на большей части поля разместилась и хорошо сейчас сыграно. Нарушение правил Михаил Ходорев фиксирует. Может быть, спорную мысль скажу, Дим, не знаю, согласишься со мной или нет, но мне кажется, что у «Динамовцев» все-таки игра не выглядит настолько командной в первом тайме, как у «Спартака». Может быть, я вот как раз за счет отсутствия Точилина и дохода на поле Лукомановича. Но «Спартак» смотрится более целостным коллективом. Нет? Ну, конечно, Лукоманович сегодня это не равнозначная замена Точилина. Корман. И снова обыгрывает Югослав. Двух соперников входит. Можно передачу делать, можно самому бить. Один-один. Блестяще, просто блестяще сейчас сыграл одиннадцатый номер «Динамо». Великолепно сейчас. Просто прекрасно сыграл Корман. Вот это, вот этого мы ждем. Индивидуальных действий. Не нужно бояться, нужно обыгрывать защитников. Тем более в штрафной площади. И мы сейчас посмотрим. Он, кажется, трех футболистов «Спартака» одним замахом. Обыграл и прекрасно, выждав паузу, нашел ногу Корчагина. К тому ничего не оставалось делать. Обратите внимание. Здорово здесь играет. И какая пауза. И вот нашел Корчагина. И Корчагину ничего не оставалось делать, как переправить ночь ворота. Вот и задумаешься, нужна ли полностью отлаженная командная игра, когда у тебя такая звезда в команде, российский мерк, как огнем форума. Четвертый гол. Эдуарда Корчагина в этом чемпионате. Как быстро «Динамо» сумела выправить ситуацию. Посмотрим, что там «Спартак» покажет в оставшееся время первого тайма. Павленко. Только я хотел сказать, что «Спартаку» нужно успокоиться, довести первый тайм. Чтобы у «Спартака» был положительный баланс. Но форумен меня опередил. Ну что, Павленко очередной главой у ворот «Динамо». На этот раз очень неудачно подал. Он, может быть, расстроился. А сейчас пол. До стороны Виталия Гришина. Одну минуту добавляет Михаил Ходорев к основному времени первого тайма. Но это уже намного опаснее, чем угловой. И опять смотрим за Юрием Ковтаном. Опять на него передача. И еще один угловой. Успеет его «Спартак» подать? Думается, что, наверное, да. Хотя Павленко не торопится. Знаете, главная задача Павленко перебросить мяч через Гришина, который находится на углу воротарца. Что он это и делает. Смирнова там, кажется, держали. Хороший удар Данишевского. И первый тайм закончен. Что ж, мы увидели то, наверное, что ожидали увидеть. Мы увидели борьбу. Мы увидели забитые мячи. И что, наверное, самое приятное, самая важная интрига в этом матче перенеслась на второй тайм. После первого тайма нельзя никаких далеко идущих выводов сделать. Да, я согласен. Матч держит напряжение. Матч хороший. И будем ждать второй тайм. Продолжение следует... Продолжение следует...